Любовь к Богу Любовь к Богу Любовь к Богу Любовь к Богу что не надо убивать друг друга только из-за того, что у них вера другая, христианская или мусульманская. Надо искать общие точки, которые объединят люди. Сегодня пришло решение о присуждении Григоря Шотовича очень статусного ордена. Я прошу вас тогда действительно поручить. Это орден Дмитрия Донского. Мои дорогие друзья, поверьте, это неформальная награда. Это действительно награда нашла своего героя, поскольку на моих глазах Григорий Шотович проделал столько работы, так самоотверженно весь свой бизнес отправляет на то, чтобы благоденствовать, на то, чтобы помогать людям без корыста, без всякой мзды. И я искренне радуюсь тому, что мы сегодня присутствуем при торжестве Григория Шотовича Камаляна. Конечно, приятно, немного даже неловко. Возможно, я не достоин этой награды. Но в любом случае, я благодарен вам всем. Я благодарен за то, что вы нашли время сегодня прийти. Мне было приятно видеть среди нас и представителей Духовенства, и представителя Бахрейна, уважаемого посла Ахмеда Аль-Саати. Мне очень приятно было видеть одного из руководителей Ассамблеи народов России, Бухонина Николая Аркадьевича. Многих из вас я видел, знаю, да. Я еще раз хочу выразить спасибо вам всем. Я желаю процветания России, чтобы все религии, которые представлены у нас, в великой и большой России, чтобы вы всегда жили с верой в Бога, в согласии, в мире и созидании. Чтобы Россия была еще сильнее, еще мощнее, еще более могущественной. Спасибо большое. Орден, конечно, приятно получать. Иногда даже немного неловко бывает. Но в любом случае, я благодарен всем, кто сегодня пришел на мероприятие. Мероприятие Богу угодное. Хотя бы потому, что тема была очень актуальной. Диалог христианства и ислама как залог развития отношений между народами. Она, такая тема была актуальна и сто лет назад была, и двести лет назад, и пятьсот лет назад. И сегодня она как никогда актуальна. Это подобно тому, как о любви писали и Пушкин, и Есенин, и Толстой. И сегодня пишут. И сколько бы ни писали о любви, эта тема неисчерпаема. Подобно этому, тема сотрудничества, тема развития отношений между представителями разных религий, она всегда будет актуальной. Потому что Бог один, да, вероисповедание разное. Величие именно нашей России как раз в том, что проживают представители всех религий. И христианство, и ислама, и буддизма, и иудаизма. И слава Богу, на протяжении десятков лет люди живут в мире, в согласии. И когда народ живет именно с верой в Бога, она созидает, она строит, она покоряет космос, она строит города. И такой народ никогда невозможно победить. И мне приятно, сегодня были представители и посольства Бахрейн, и народные артисты, и представители духовенства, представители общественности, представители депутатского корпуса. И это хорошо, когда общество сплачивается, это очень здорово. Вот это как раз та тема, когда надо... Вообще я желаю, чтобы первосвященники, первосвященники собирались, дискуссии вели, вот такие круглые столы, потому что надо как можно чаще проводить. И не только первосвященники, любого уровня священники, любого уровня чиновники, начиная от президентов любых стран, крупных или мелких, и кончая общественными деятелями, потому что к миру можно прийти только за круглым столом, только в общении. Потому что в противном случае Ближний Восток захлестнет весь мир. Вот это переселение народов будет с одного континента на другой, истребление меньших народов большими, и поэтому мы должны делать все, чтобы пришли к миру.